Вот и закончилось лето. Осень у нас пришла. Теперь уже и октябрь наступил, и скоро зима. Но нас это не пугает. И я вам сегодня расскажу, какую заготовку Маруся делает себе для зимы. Всех приветствую на своем канале. С вами Маруся. Так вот, эту заготовочку я делаю из дыни. Это чипсы дынные. Они очень вкусные и заменяют нам всякие сладости. Мы их любим и с чаем, и просто так даже пожевать. Это очень вкусно. Советую всем попробовать приготовить такие чипсы. Делаю я их из дыни. И именно осенью, когда уже отходит сезон, начинается резко спадать продажа дынь. Их мало покупает. И я еду на базу, закупаю большой партией и готовлю вкусные чипсы. Приготовим вместе со мной. Для этого берем дыньку. Лучше всего для этой заготовки брать торпеду. Она очень вкусная и ароматная. Другие дыни не очень вкусно дают хороший. Берем дыньку, моем и чистим. У дыни семечки я оставляю, поэтому я их всегда вычищаю. Семечки сушу и использую в муку. Дыньку нарезаю. Нарезаю вот такими ломтиками. Самое интересное, что если вы сделаете потоньше, это очень плохо. Сделайте слишком толстые. Они будут очень долго у вас просыхать и не просохнут. Делаю я примерно вот такого размера. Самый оптимальный размер, при котором хорошо дыня сохнет. Получаются очень вкусные чипсы. Дыню нарезали и убираем сушить в сушилку. Сушу я дыню примерно 6 часов на температуре 35 градусов. Не советую повышать температуру выше 45, потому что дыня будет тогда давать очень много сока и получится карамелизованная. Лучше всего сушить при 35-40 градусах. Это можно делать даже в духовке, на противне. Но в сушилке, конечно, удобнее. Во-первых, больше поддонов нарезаешь и больше процента высушенной дыни получается. Когда дыня высыхает, они получаются вот такие ломтики. Она должна быть обязательно эластичная. Вот такая вот, не пересушенная. Вот такая эластичная. Она даже немножко такая липкая от сладости. Все, теперь я их складываю. Вот таким образом. И укладываю в бумажный пакет. Храню чипсы дынные в сухом, теплом месте. Они очень хорошо хранятся. Могут храниться до 3 лет. Если есть желание, можно и подольше похранить. Но лучше, конечно же, скушать сразу. Все-таки со временем продукт может прогоркать. Поэтому лучше всего съесть в первый год и приготовить свежий на следующий год. Очень вкусные чипсы. Попробуйте. Они заменят вам любые сладости и конфеты, и всевозможные вкусняшки. Они очень вкусные. Их можно просто так жевать. Можно деткам давать. Они очень приятно жуются и совершенно не вредят ни зубам, ни нашему организму. Потому что они и вкусные, и полезные. И сохраняют еще в себе много полезных веществ. Поэтому всем советую. Готовьте такие чипсы и пожалеете. Всем, кому понравился рецептик чипсов из Денни, поставьте пальчик вверху. Буду благодарна. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»